Девушки отдыхают Да После первых двух детей родились близняшки, а за ними сразу пятеро Пять детей Затем снова двойня, а сейчас я беременна тройняшками Ух ты! Они тоже близнецы, как и вы Как тебе нравится? Близнецы четыре раза подряд Это как удар молнии в одно и то же место Представляете? Для большинства родителей с одним ребенком заводить второго тяжело Но когда у тебя четырнадцать детей Скоро будет четырнадцать, вот это действительно тяжело, а не без штанов Почему без штанов? Боже Пусть никто не трогает ваши волосы А нюхать их можно? Есть радостные моменты и грустные Как мило И мы всегда делимся любовью Это правда Тебе нужно больше отдыхать, иначе малыши появятся на свет раньше И у них будут серьезные проблемы со здоровьем Господи, у нас началось землетрясение Из-за этих толчков у меня начались схватки У Карен начались схватки Врачи решили принимать роды Преждевременные роды очень опасны И я сильно переживаю Очень Я рядом Я чувствую огромную ответственность перед этими малышами Я очень боюсь их потерять Рука трясется, я не могу это остановить Огромная семья Дерико Добро пожаловать в Норт Лас-Вегас Который час? Шесть Давайте, за еду Берите вилки и не забудьте про молитву Я Карен Я Деон И у нас одиннадцать замечательных детей Ненавижу школу! Точно! На математике скучно Не люблю математику Это же проще простого По утрам в нашей семье разворачивается настоящее представление Царит полный беспорядок Приходится постоянно твердить Сядь, поешь, не забудь собрать вещи в школу Такая суматоха, когда дети спускаются на завтрак Кто будет банан? Поднимите руку А сколько мы тратим на продукты? Боже мой! От двух с половиной до трех с половиной тысяч в месяц За неделю мы съедаем пятнадцать упаковок вафель Расходуем двадцать рулонов туалетной бумаги Восемнадцать стирок в неделю Ноги! И никаких сухих ног, верно? Видишь, никаких сухих ног! Верно У нас обоих В семьях есть близнецы, но в нашей семье их больше, чем у кого-либо из родных Где Деррис и Денико? Наверху Скажите им, чтобы спускались Я хочу, чтобы они повторили алфавит После рождения двух старших детей у меня было два выкидыша И врач прописал мне прогестерон для поддержания беременности Но все наши дети зачаты естественным путем Никакого искусственного оплодотворения Какое слово начинается на букву Т? Ты! Умница! Я сижу дома и занимаюсь детьми А мой красавчик-муж, который сейчас рядом, работает инвестором по недвижимости Спасибо, милая Что насчет буквы Р? Это трудно Я знаю, рентген Я хочу, чтобы близняшки ответили Рентген! Это наша семья, наш выбор Раз мы решили завести много детей, необходимо сделать так, чтобы обеспечить их всем необходимым Деррис Дейсиан Дей Деони Ты же знаешь, твое имя начинается на Д, что бы я ни сказала Имена всех наших детей начинаются на букву Д У меня в имени 3Д Деон Дерик Дерико Дерриан наша старшенькая, ей 13 лет Она очень умная, круглая отличница в школе Ей нравится общаться и заводить новых друзей Дома она всегда мне помогает Готовит завтрак и следит за порядком Дома весело, здесь не бывает одиноко Не бывает скучно Но иногда становится тяжело, когда дети не слушаются И ведут себя, как маленькие зверушки Потом родился наш первый сын, Дерик У него аналитический склад ума, он сильно на меня похож Он хочет стать боксером, но я сильно в этом сомневаюсь В большой семье всегда твои братья и сестры тебя поддерживают А ты поддерживаешь их Через два года после рождения Деррика появились близнецы Даллас и Денвер Сначала Бог создал меня Потом Бог понял, что мне будет скучно без близнеца Вот так этот умник и появился на свет Умник? Я не умник! И все испортил Они такие разные Даллас любит всех смешить, а Денвер командовать Угадайте что! Эй, угадайте! Они оба такие умные, невероятно сообразительные Рукопожатие? Следующий вопрос Следующий После рождения близнецов мы не успокоились Мы взяли передышку, но на этом не остановились И так на свет появились наши пятеро близняшек Мы хотели еще одного ребенка, а получили пять Пять близнецов Боже мой! Ушам своим не поверила, когда узнала Значит, у нас будет сразу пятеро? Мы всегда хотели большую семью, но не ожидали, что будет такое количество близнецов Рождение пяти близнецов без искусственного оплодотворения Настоящее чудо Мы близнецы Дерико! О, да! Теперь представьте мое удивление Когда всего четыре года спустя Карен снова забеременела На этот раз младшенькими близнецами Десятым Диэс и одиннадцатым Диор Я называю их начальником и старшим менеджером Потому что Диэс и Диор постоянно всеми командуют Точно Им два года, и они никогда не сидят на месте У мамы будет ребенок! Ах ты! Я снова беременна! В этот раз будет тройня К нашим одиннадцати малышам скоро прибавится еще трое У мамы скоро будет ребенок! В четвертый раз я рожу близнецов Вы знаете, какова вероятность подобного? Это словно удар молнии в одно и то же место В книге рекордов Гиннесса должно быть нечто подобное Обязательно! Я люблю тебя, папочка Я тоже тебя люблю, малыш Дэрис? Да И я люблю тебя, сынок Я мечтал о большой семье, потому что у моих родителей были только я и мой брат Понимаете? Он на пять лет старше меня, его часто не было дома Я всегда мечтал о большой семье Я выросла в большой семье, у меня два родных брата и сестра Есть еще двоюродные, всего нас девятнадцать Я так выросла Приходишь к бабушке, и тебя встречают семнадцать детей Это похоже на сказку Боже мой, вот это настоящая жизнь Я люблю тебя Я задал вопрос, ответ на который определил нашу жизнь Сколько детей ты хочешь? И она ответила Сколько Господь пошлет? Это навсегда изменило нашу жизнь Навсегда И я такой Ура! А я сразу же У тебя будет ребенок, пять близнецов, тройняшки и еще тройняшки Точно Все готовы? Все готовы? Мы идем ко врачу Надели обувь? Наденем куртку Сегодня я делаю УЗИ Встаньте по порядку Так, встаем по порядку рождения Если я тебя уже причесывал, займи свое место Сейчас Порядок рождения – это вынужденная необходимость Нас часто спрашивают, как вам в голову пришла такая идея? Это просто необходимо Когда так много детей, нельзя, чтобы кто-то потерялся И нам необходимо знать, где и кто находится, чтобы за всеми проследить А это возможно только если они стоят по порядку Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Убеждаемся, что все на месте и можем идти Отлично, мы готовы идти Шагом марш Говорят, что для воспитания ребенка нужно много людей Совсем как в деревне Мы и есть деревня Совместный выход куда-то всегда непрост И И Ты так хорошо читаешь Молодец Молодец Привет Как самочувствие? Устала Я не знал, что ты сегодня приведешь все семейство Ни разу не видел их всех вместе Точно Я видел всех по отдельности, малышей чаще Это тебе Спасибо Он запихал в рот все Эй, Даллас Как дела? Когда я видел тебя в последний раз, у тебя были большие глаза О нет Были большие глаза? Мне это нравится Боже Сегодня нам могут сказать пол малышей Но я не хочу пока знать Мне важно убедиться, что они здоровы Три здоровых сердечка Теплое желе нравится? Да, очень приятно Правда Мы через столько вместе прошли Точно Я лишь хочу знать, что они здоровы А пол не имеет значения Мы видим малышей Их трое Смотрите-ка В центре второй малыш Вот, видите? Все примерно одного размера Жидкость в порядке Хорошее сердцебиение Здоровые и очень активные малыши Отлично Как и все ваши дети, верно? Верно Они такие Мне просто интересно, есть ли разница, скажем, между этой и предыдущей беременностью Они всегда отличаются Отличаются, да Хорошо Поэтому нельзя утверждать, что повторится то, что случилось раньше Два года назад Карен забеременела Должна была родиться тройня, как сейчас И на свет появился малыш Картер Он умер через несколько часов после рождения Врачи спросили нас, хотим ли мы его поддержать Они никак не могли провести дыхательную трубку и понимали, что долго он не проживет Мы часто о нем вспоминаем, а наших теперь уже двойняшек называем двое-тройняшек Мы сами это придумали Как всем родителям, нам иногда кажется, что мы предали нашего малыша, которого потеряли Ведь наша жизнь продолжается Поэтому мы вспоминаем о нем, пока готовимся к рождению новых малышей Мы купили новую одежду для тройни, все одного цвета И есть еще одежда для малыша, которого не стало Я вспоминаю тот день Я так боялся сказать Карен об этом Но она должна была все узнать и узнать сразу Я очень переживал, не знал, как она справится Я и сам еле сдерживался Только ради нее старался быть сильным